Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! У нас пропал интернет, сразу хотим вас оповестить. Не знаем, когда это видео мы зальем. Так вот, по многочисленным просьбам наших друзей и подписчиков сегодня мы постараемся сделать этот влог без ненормативной лексики. То есть без жаргона. Постараемся. И без матов. Но! Мы пришли к выводу единогласному, что у нас мнение таково. что любые слова, в том числе жаргонные и матерные, это всего лишь способ коммуникации и выражения собственных эмоций. Это и кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы так общаемся, мы друг друга этим не оскорбляем. Это то же самое, если кого-то будет оскорблять китайский язык или, к примеру, грузинский язык, или еще какой-либо язык, любой другой. Так что у нас мнение таково. Мне пока приходится вообще молчать, если честно. Да я тоже, я аж потерялся, не знаю. Давайте, давайте. Я очень сильно хотел бы поблагодарить. Во, спасибо, читал. Да, мы тоже все благодарим. То есть спасибо, ничего не надо, все нормально. Хотел бы по этому поводу еще раз повториться. Я считаю, что из-за того, что, может быть, мне всю жизнь давали, 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 поэтому это кое-какое есть. Может быть, ну, а может быть и нет, в принципе. Хотим, наконец-то, собственными силами, собственными возможностями, возможностями нашего близкого круга, собственными сбережениями постараться достичь и чего-либо добиться. Чтобы ценить это, наверное. Чтобы это, да. То, что дорого дается, дорого ценится, скорее всего. Да. По поводу, да. Вчера я познакомился, мы познакомились с девушкой. Она, благодаря этому каналу, она добавилась ко мне в Facebook и предложила свою помощь продуктами и витаминами. Настя, большое тебе спасибо. Мы очень польщены. Спасибо, да. Да, мы очень польщены за твою доброту, за твою открытую душу. У тебя есть ребенок, и ты не подумай, мы не хотим тебя обидеть этим никак. Но мы не можем принять от тебя никакую помощь, так как лучше помоги себе. Ну, не то, что помоги, а эту силу направь в себя, направь ее в свою семью, в своего ребенка. Но это не говорится, мы открыты для общения, мы будем общаться. И еще раз повторюсь, нам всем это очень-очень сильно приятно. Очень. Да. Поэтому, что вы можете сказать? Вот я хотел бы добавить, что у нас закончились уже таблеточки. У нас нет лирики. Сколько дней вы, Сережа, спите без таблеток? Ну, третий день. И, кстати, я хочу сказать, что у меня вчера был депрессняк очень сильный. И, блин, именно так печально было. Сегодня у меня банный день. Я даже постирал себе очень много, наконец-то, наверное, хоть и жил. И спал своими силами. Ну, и чувствую себя великолепно. Мне кажется, ты спал не своими силами. А чьими? Мы его усыпили. Да, мы воздействуем гипнотически на Сергея. Точно так же я воздействую на Константина. Александр постоянно на нас воздействует. Я пытаюсь воздействовать и применять тот опыт, который я постиг на некоторых курсах. И благодаря некоторым книгам, прочитанным мною в прошлом. Поэтому это воздействие я пытаюсь сейчас... Что хотелось бы добавить, Александр. Да. Нам делали замечание касаемо того, что у нас развитие на уровне работы касаемо этого 3-4 года. По поводу этого очень интересный был комментарий. Очень интересное было замечание. Мы обговаривали это замечание. Вы понимаете, мы попроживали больше, чем по 30 лет. И мы прожили большую свою часть сознательной жизни в тюрьме. Все наши достижения, все наши какие-то падения, в том числе, все наше заключалось жизнью за забором. С той стороны. В этой жизни, естественно, мы недоразвиты. Естественно, возможно, мы развиты на очень низком уровне. Именно это мы и показываем свое развитие. Как мы, уже будучи взрослыми людьми, пытаемся себя переломать. Потому что, поверьте, очень много предрассудков нажито за это время. Мы пытаемся себя переломать, в том числе, связанных с работой. Мы не умеем подчиняться. Мы не умеем выполнять задания. Мы не умеем сдерживать себя, когда нам кажется, что на нас давят. Мы убегаем от этого всего. И мы включаем колючки, ощетиниваемся. Это все мы с этим пытаемся как-то справиться. По поводу развития, я вам скажу, что те люди, которые сидят и говорят это, это очень удобная позиция. Будучи спрятанным за аватаркой, сидеть на диване и размышлять о таких вот вещах и указывать на чужие недостатки. Я тоже сам этим, в принципе, занимался не раз. Это очень удобно. Но вы знаете, я вам другое скажу, что есть люди, которые в 15 лет достигли большего, чем вы. Тот, кто это пишет. А еще знаешь, что это касаемо того, что... И на каком уровне, извиняюсь, вы уровне развития по сравнению с людьми, которые в 15 лет достигают вершин в спорте, вершин в искусстве, любых вершин? Да откуда они вообще знают, что у нас было, что мы потеряли, что мы видели, благодаря тому, чему мы вообще это все... Ну, они как бы не знают, но глядя на нас, исходя из того, чем мы сейчас... Вы вот спросите, Константин, когда ты последний раз, не считая этих дней трезвости, когда ты последний раз радовался обыкновенным вещам, таким как солнцу, еде, интересному общению? Я не помню, если честно. Вот. Вы понимаете, к чему это все говорит? Это говорит о том, что люди начинают заново жить. Да, это в каком-то роде, можно сказать, что развитие в плане духовности, в плане там каком-то на низком уровне. Но именно в этом социальном строе. Поверьте, если бы мы с вами встретились там, за забором, то ваши достижения здесь нивелировались бы по сравнению с достижениями нашими там. Может быть, чай бы варил постоянно. Варил бы чай, возможно бы убирал, возможно бы наоборот кем-то стал. Никто не знает. Это можно узнать только пройдя через это все, через этот путь. Ну что, у нас вроде бы получилось, мы вроде бы не употребляли никаких матерных слов по вашим же просьбам. Это очень для нас тяжело, поверьте, это очень для нас нелегко, но мы будем стараться. Еще раз повторюсь, между собой общение нас ни в коем случае, ни коим образом, мы так общаемся. Оно нас не задевает и не оскорбляет нас. Возможно, со стороны слушать это немного противно, но опять же, это дело вкусов. Кому-то нравится. Александр, Константин, Сережа, Константин, если вы устали, я могу его поддерживать. Я думаю, на этом можно прекратить, так как с интернетом, повторюсь, большая лажа. Я не знаю, какие это видео мы будем выкладывать. Всех любим, всех обнимаем, всем добра. Да, мы с вами на связи, дальше будет больше, дальше будет интереснее. Мы будем разбивать стереотипы всячески, как умеем и как мы это видим. Несмотря на что, хорошего настроения и трезвости. Трезвости? Трезвости. А ну нажми кнопку.